Ребятки, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь. Я сегодня вас приглашаю в новое местное путешествие. Сегодня мы поедем смотреть одну красоту, которая находится прямо в Краснодаре. И этот, кстати, выпуск, он, скорее всего, крайний, когда мы путешествуем в нашем составе в количестве четырех человек. Наш малыш еще в животике, но совсем скоро, со дня на день родится. Вот. Значит, мы выдвигаемся, как я уже сказал, мы в полном составе. Пацаны схватили удочки. То есть это вам сейчас намек, куда мы едем. Хлебушек. Да, попробуем порыбачивать. В общем, не буду затягивать. Скажу одно, что мы едем туда впервые. Что нас ждет, я не знаю. Поэтому досматривайте выпуск до конца, не переключайтесь. Как всегда, классные кадры. Поехали. Так, друзья, мы начинаем, значит, путь. Мы выезжаем из Краснодара. У нас здесь прошел тайфунчик. Много что подзатопило. Состояние дорог вот такое. Лужи разбитые. Но разбитые, это как бы ладно, это типа нормально вообще, в принципе, для Краснодара. Вот видите, какая ситуация. По дорогам, выезжая из нашего района. Наша задача сейчас попасть на восточный обход Краснодара и двигаемся по нему без пробочек. Так, проезжаем сейчас изумрудный город. Вдруг кто-то хочет переехать в Краснодар. Это вот такие домики. В принципе, большинство уже построено, но много там еще строится. Даже под заказ. Огромная территория. Дома здесь типа от 3 миллионов 200 тысяч. Вот так это выглядит. Первая, первая линия домиков. А дальше, посмотрите, здесь ничего нету. И с правой стороны тоже поле. Здесь такие поля подсолнухов тоже начинаются после изумрудки. Но они все такие уже, видите, головой вниз приуныли. Я не знаю, будут ли их вообще собирать. Думаю, вот заехать на обратном пути может быть пару головешек срезать. Так, ну что, вот он обход. Указатель на Новороссийск. Выскакиваем сюда и едем прямо как раз до развязочки. Так, с Жукбонаврос прямо мы уходим вот сюда, на Кропоткин. Там еще Услабинск, вот сюда, вот на Бабочку. Третий раз уже заезжаем в Краснодар. Дорога классно идет. Из Краснодара в Краснодар. Да, двигаемся так. Так, ну что, мы, значит, припарковались. Не знаю, там или не там. Но вроде здесь есть проход. Есть вот такая вот табличка. Мусорный бак сзади 10 метров. Уноси с собой мусор. Я там увидел, есть люди. Вот, поэтому мы сейчас тоже пройдемся. Посмотрим. Вот такое здесь интересное местечко. Пока ехали, начал снимать на камеру. И спустя 5 минут понял, что камера не работает. Она, короче, теперь вообще не включается. Кто не в курсе, не следил. Дело в том, что нырял я на мыс Тарханкут в Крыму. И, видимо, туда попала вода. После этого стала работать некорректно. А сейчас вообще перестала работать. Значит, ее суждено отнести в ремонт. Кто не знает, как это было и что за быстро. В выпуске гляньте. Посмотрите. Так, смотрите. Значит, мы вот отсюда пришли. И здесь открывается, гляньте, какой нереально клевый вид, ребятки. На Краснодарское море. Да. Здесь, кстати, пытаются как-то машины подъехать. Видимо, тоже хотят порыбачить. Вон, пацаны тоже хотят. Водичка, конечно, грязная. И штормит, штормит, как я не знаю. Азовское море. Ветер сильный. Вон там вот видны горы. И они, и вон там видны. Просто там все затянуто. А я хочу попасть вот на ту сторону, там, где летает. Или это серфер, не знаю. Вчера сейчас наедет туда, посмотрим. В общем, пока искали, как нам подъехать поближе к водохранилищу. И посидеть, и чтобы детки порыбачили. Нашли не заезд, а нашли. А нашли пашковский хлеб. Купили йогурты, какие-то вон местные рогалики, булочки. Сейчас перекусим и поедем дальше. А то, что-то мы поздно выехали, время обеда. Мы, как всегда, приятного аппетита, парни. Проблемы в беременнах. Настенька поела. Класс. Хорошо, машину хоть не помыла. Давай, давай. Так, ну вот мы и нашли, походу. Тут заканчивается забор. И начинается уже, вот видите, вот такая вот картина. Но здесь грязнее гораздо. Так, мы, значит, решили поехать дальше. Но я бы хотел немножко здесь подснять. Ребята, очень сильный ветер. Поэтому сорян, если задувает очень много мусора. Что, конечно, неприятно. Здесь отдыхают люди. Такая вот волна. Грязно. Вот видите, раз, люди. И сейчас еще пройдусь. Постараюсь здесь прям погрызи вот так вот. Вот. Эти компании сидят, отдыхают с собачками. Вот. Но в целом, в целом, конечно, прикольно. Но попробуем найти место поинтереснее. Так, в общем, мы исследуем, исследуем. Для нас это все новое место. Непонятно, куда подъезжать. Видели множество, конечно, рыбаков, которые рыбачат. И вот даже тут есть машины. Ну да, это как раз серферы катают. Ну, ладно, что, заодно посмотрим. Да, здесь, видите, такие отвесы. Сюда вот приезжают ребята. Прям сюда вот спускаются на тачках. И катают. Слушайте, ну прикольно, да, ветер позволяет. Ветер стоит по-типой, только сильный-сильный. Но здесь и почище, в принципе. Да, прикольно. Море грязное, море краснодарское. Мусора, конечно, хватает. Я не знаю, чтобы будущее строительные. Всякие хирурги приезжают, сбрасывают. Это, конечно, очень печально. Хотя, мне кажется, можно сделать какую-то такую классную зону для отдыха. Чувак, видимо, думает съехать, не съехать на Порше. Ох, как прыжок совершил, ай. Так, забрели, в общем, вообще какое-то бездорожье. Там, в общем, едем дальше. Вдоль этого водохранилища. Опа, посмотрим, что будет дальше. Ну, дороги здесь, конечно, да. Оттас. Кстати, в Сантехе вот такие приколы у людей. Вот так вот мусор вешается на забор. Видимо, его потом забирают. Так, мы пробираемся еще в одно место. Вообще не понимаем, куда мы едем. Так сказать, по кругу. Болтаемся, катаемся. Возможно, это это. Возможно, это не это. Ну, сейчас выйду, посмотрю. Так, вот под таким деревом припарковались. Такой замечательный литинек. Здесь, кстати, прикольная, да, площадка, чтобы жарить шашлыки. Единственное, конечно, вот этого делать не нужно. Нужно за собой увозить. И да, вот они, прикольные мысы. Блядь, как они стоят. Тесные мельки. Красота. И такой вот пляж широкий-широкий. Раньше, видимо, здесь можно было заехать на машине. Но лавочку эту прикрыли. Видно, что здесь были следы трактора. Перерыто. И вот так вот все это дело закопали. Однако местные сделали вот такую вот лесенку. Так, попробуем. Опа! Так. Посмотрите, какая красота. Но как не посещать такие места? Да, все это дело очень напоминает какие-то частицы Крыма. Высоченные, на самом деле, отвесы. Посмотрите, как здорово это все смотрится. Да, классно. Но, говорю, сюда вот просто приезжают, выпивают. Очень много бетона. Может быть, здесь даже какое-то здание раньше было построено. А может быть, даже, да, все это дело обрушилось. Здесь много вот этих серферов с парашютиком. Блин, слушайте, ну смотрится, конечно, очень прикольно. И такое ощущение, что вот идем с вами. И как будто бы отлив, как будто бы волна вот сюда подходит. И сейчас случился отлив, море ушло. Да, здорово, учитывая, что вон там, вот видите, видны горы. Просто из-за непогоды не так сильно все это видно, конечно. Прикольно, слушайте. Под носом такое красивое место. Вода, конечно, очень грязная. Так, здесь началась уже такая глина, илистое дно. Балки, покрышки. Видите, как все разбросано? Такое ощущение, как после шторма, да, из моря накидало этих досок. Очень здорово. Мне прям очень нравятся вот эти все отвесы. Классно. Такой интересный фрагмент пляжа. Все так пересохло. Смотрится, конечно, здорово. Едем, получается, прямо над этим обрывом. Видите, всякие такие местечки. Да, безветренную погоду. Было бы, конечно, прикольно сюда приехать. Пожарить шашлычок. Отдохнуть. Место действительно классное. Слушайте, такое ветрище. Я сейчас пацанов выпускал из машины. И дверь аж, бах, в тачке. Классно мы так остановились, чуть дальше проехали. Дерево. Дерево. Малычи. Видите, сколько и много валяется. И она, ну, достаточно прикольная. Можно прям пособирать. Давай, дома помыть. И полопать. Гляньте, какие здесь вот весы. Кайф. А здесь же по соседству. Что это растет? Ну-ка. Сейчас с вами вместе посмотрим, что это растет. Это растет грецкий орех. Да, здесь нужно быть очень аккуратно, потому что, видите, вот так это все осыпается. Можно упасть. А высота такая приличная. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребятки, вот такой вот выпуск у нас с вами. Получился открыть для себя интересное место. А, конечно, хотелось бы сюда приехать в нормальную погоду. Никогда такой ветер, который просто сносит с ног. Вот, и как минимум здесь пожарить шашлычок, встретить закат и отправиться уже домой. Из-за ветра мы сегодня не порыбачили, да, парни? Потому что волна непонятная, во что превратили Краснодарское море в плане грязи. Вот, в комментариях пишите, как вам, как эта локация. А мне так интересно, вот особенно вот эти вот, где идут отвесы, очень напоминает некоторые места Крыма. Я с вами прощаюсь, увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Пока!